Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет продолжаем читать книгу Иисуса Новина. Сегодня у нас 10 глава, достаточно пространная. Главным в 10 главе является повествование о том, как Иисус Новин во главе своих войск победил коалицию, состоящую из армий хананейских царей. Во главе этой армии стоял царь Иерусалима. С ним мы встречаемся в самых первых слов 10 главы. Когда Адонис Седок, царь Иерусалимский, услышал, что Иисус взял Гай и предал его заклятию, и что так же поступил с Гаем и царем его, как поступили с Иерихоном и царем его, и что жители Гаваона заключили мир с Израилем и остались среди них, тогда он весьма испугался. Вот этого самого Адони Седека, греческий перевод, перевод 70, Септуагинта, отождествляют Садони Безеком, первой книги судей Израилевых. Ну, трудно сказать, чем обусловлено такое отождествление, но, однако, такое вот в греческой традиции есть. В прошлых главах мы уже читали действительно о взятии города Ай и о том, как Иисус заключил мир с гаваонитянами, которые хитростью этот мир себе отвоевали у Иисуса и, проявив такую недюжинную дипломатическую хитрость, остались жить в Ханаане. И поскольку Иисус Навин поклялся им, он уже не мог их прогнать или уничтожить. Ну, по условиям договора они должны были обеспечивать дровами, водой и всем необходимым израильтям. Почему же испугался? Почему испугался этот самый царь Иерусалимский Адони Седек или Адони Безек, мы не знаем точно, но, видимо, это следует предположить. Следует предположить, что он испугался потому, что как раз вот услышал о победе над Гаем и о том, что Господь благоволит к этим пришельцам, которые внезапно очутились здесь, в Ханаане. Пришли, перешли Иордан чудесным образом, чудесным образом пали стены Иерихона, потом была битва при Гае, и поэтому он испугался, видя, что победа за победой у Иисуса Новина. Он весьма испугался. А весьма испугался он также потому, что, как сказано во втором стихе, Гаваон – город большой, как один из царских городов, и больше Гая, и все жители его – люди храбрые. «Посему Адонис Эдак, царь Иерусалимский, послал к Гогаму, царю Хевронскому, и к Фираму, царю Ярмуфскому, и к Яфью, царю Лохиша, и к Девиру, царю Яглонскому, чтобы сказать, придите ко мне и помогите мне поразить Гаваон за то, что он заключил мир с Иисусом и сынами Израилевыми». Дальше будет описываться эта битва при Гаваоне. Инициатором создания антиизраильской коалиции выступает царь Иерусалима. В ту древнюю эпоху царство Иерусалима было не очень большим. Хеврон, несомненно, был независим от этого царства. Но такое вот царство, где жили Иусеи, одно из хананских племен, оно существовало, как известно, в ту эпоху. Это конец, вторая половина второго тысячелетия до нашей эры. Тель-Амарнская переписка очень хорошо свидетельствует, найденные письмена в Тель-Амарне хорошо свидетельствует вот эта вот переписка египетского фараона, администрации фараоновой с провинциями, с царствами, точнее, вассальными, которые находились в зависимости от Египта в то время. Очень хорошо свидетельствует о независимости Иерусалимского царства. Ну и, по всей видимости, оно было одним из таких сильных, достаточно независимых государств, хотя и находившихся в вассальной зависимости от Египта. Что же он им говорит, вот этим царям, другим независимым, небольшим таким царям, независимым от него, но не от Египта, конечно, царя Хеврона, Ярмуфа, Лохиша и Эглона. Он им говорит, «Придите ко мне и помогите мне поразить Гаваон за то, что он заключил мир с Иисусом и сынами Израилевыми». Иерусалимский царь понимает, что Гаваоном и другими городами дело не кончится. Иисус Навин будет продолжать свое победоносное шествие, завоевательное шествие по Ханаану, и поэтому ничего не остается, как сколотить антиизраильскую коалицию этим царям и выступить против него единым фронтом. Инициатором этой коалиции выступает Иерусалимский царь Адонит Цедек. Другие цари это тоже должны понять. Если падет Иерусалим, Иерусалимское царство, то тогда и их царством, над их царствами нависнет еще более грозная опасность. «Придите ко мне и помогите мне», говорит он, «поразить Гаваон за то, что он заключил мир с Иисусом и сынами Израилевыми». Вот этот Гаваон, Гаваонитяне, они, как мы помним, хитростью заключили с Израилем мир. «Они собрались и пошли пять царей Амарейских, царь Иерусалимский, царь Хевронский, царь Ярмуфский, царь Лохистский». Это город Лохиш, очень крупный город. Впоследствии, спустя много веков, он был в 713 году и в 701 году, когда царь царь ассирийский Санхирив, Сеннахирим, так он называется в Библии, его звали Санхирив, более точно, осуществлял свои противофилистимские, противоизраильские походы, в 713, может быть, 711 году и в 701 году, когда он стоял у врат Иерусалима и произошло чудо по заступничеству пророков Исаии и Михея по молитве царя Изякии, и ему не удалось взять Иерусалим, потому что сам Господь защитил свой святой город. Но это уже другая история и описывается совсем другой книге, а перед нами книга Иисуса Новина, 10 глава. И вот эти цари собрались, читаем мы в 5 стихе, и пошли они, эти пять царей, царь Иерусалимский, Хевронский, Армуфский, Лохижский, царь Иглонский, они и все ополчение их и расположились станом подле Гаваона, чтобы воевать против него. Жители Гаваона послали к Иисусу в Стан, в Галгал. Ставка Иисуса находилась в Галгале, недалеко от реки Иордан, в низине, в долине. Сказать, «Не отыми руки твои от рабов твоих, прийди к нам скорее, спаси нас и подай нам помощь, ибо собрались против нас все цари Амарейские, живущие на горах». Конечно же, эти цари предполагали, что Иисус Новин вступится за те, кто теперь находился у него в подчинении, вот из-за этих гаваонитян. И поэтому они должны были тактически предполагать, что битва будет вовсе не с Гаваоном, а с израильтянами. Что, собственно, дальше и будет происходить. Иисус пошел из Галгала сам, и с ним весь народ способный к войне, и все мужи храбрые. И сказал Господь Иисусу, «Не бойся их, ибо я предал их в руки твои, никто из них не устоит пред лицом твоим». Многократно в книге Иисуса Новина повторяется это воззвание к Иисусу от Господа, «Не бойся». Напрямую или через ангела Господь ободряет своего раба Иисуса, предводителя израильского, и говорит ему, «Не бойся». Чего Иисусу бояться, если сам Господь за него, он ведет брани Господни Иисус, не свои, не свою войну, это не его война, это войны Господни, так они прямо и названы. И вот что же произошло дальше. Господь уже их предал в руки Иисуса Новина и его армии. Они, пусть еще физически не захвачены Иисусом, не разгромлены, но в плане Божьем они уже отданы. Иисусу это вражья коалиция состоящая из пяти хананейских армий, объединенных в одно полчище. «Итак Господь говорит Иисусу, «Не бойся, я предал их в руки твои». И пришел на них Иисус внезапно, потому что всю ночь шел он из Галгала. Довольно большое расстояние, нужно было совершить марш-бросок, чтобы внезапно на рассвете напасть на те полчища, хананейские полчища, которые в это время приступили к городу Гаваон, чтобы его захватить. «Господь привел их в смятение, вот эти самые полчища, при виде израильтян, и они поразили их в Гаваоне сильным поражением и преследовали их по дороге к возвышенности Вифарона и поражали их до Азека и Македа». В разных местах локализуются эти населенные пункты, это все средняя часть Святой Земли. «Когда же они бежали от израильтян по скату горы Бе Бе Фаронской, Господь бросал на них с небес большие камни до самого Азека, и они умирали. Больше было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом». Это первое из тех замечательных чудес, о которых мы читаем в 10 главе книги Иисуса Новина. Дальше будет еще интереснее. «Иисус воззвал Господу в тот день, в который предал Господь Амарея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицом сынов Израилевых, и сказал пред израильтянами, «Стой, солнце над Гаваоном, и луна над долиною Айялонскую». Иисус приказывает солнцу остановиться, когда Амарей, Амареем здесь названы всех Ананеи, такое часто встречается, в частности, в книге Второзакония, где иногда Амареем называются всех Ананеи. Так вот, после победы над Амареем, когда Господь предал Амарея, Иисус взывает к солнцу, «Стой над Гаваоном, и луна над долиною Айялонскую». «И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге Праведного? Стояло солнце среди неба, и не спешило к западу почти целый день. И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь слышал бы глаз человеческий». В курсе он добавлено слово «так». То есть, в который Господь так вот, как слышал Иисус Новина, так бы слышал глаз человеческий. Не было такого больше. «Ибо Господь сражался за Израиля». Сам Господь был вождем Израиля, поэтому все подчинено Господу, и солнце, и луна, и даже камни с неба могут падать, если Господь, Творец Вселенной, повелит этому быть. Здесь упомянута книга Праведного. Вот этот Сефер Аяшар, о которой здесь говорится, книга, по всей видимости, утерянная. Читаем также мы о ней во второй книге Царств в первой главе, где книга с таким же названием, быть может, речь идет об одной и той же книге, упомянута. Вторая книга Царств, первая глава, 18 стих. И оплакал Давид Саула и сына его Йонатана сею плачевную песню и повелел научить сынов Иудин их луку, как написано в книге Праведного. Вот это книга Праведного, Праведный Яшар на иврите. Здесь с определенным артиклем Сефер Аяшар, книга Праведного. Некоторые полагают, в частности испанский библиист Хосе Луис Сикре полагает, что в раннеизраильскую эпоху существовал некий сборник военно-героических поэм. Такое предположение ни на чем не основано, это его частное мнение. Вообще военный эпос был распространенным жанром на Древнем Ближнем Востоке. Небесные светила в таких текстах в военном эпосе принимают активное участие в баталиях, сражаются на той или другой стороне. Термин Яшар праведный или праведник прямой по мнению некоторых историков еврейского языка вполне может означать также герой, то есть быть синонимом слова гибор. Немецкий ученый Фритц предполагает, что эта поэтическая книга не была сохранена в более поздние времена ввиду своих противоречий с официальной религией Израиля. То есть с тем официальным вероучением, которое отражено прежде всего в Торе Моисеевы в Пяти книжии. Читаем дальше пятнадцатый стих. Потом возвратился Иисус и весь Израиль с ним встан в Гал-Гал. Все, победа над коалицией пяти хананейских царей одержана. Эти цари, они, как мы читаем дальше, пять царей убежали и скрылись в пещере в Македе. Когда донесено было Иисусу и сказано, нашлись пять царей, они скрываются в пещере в Македе. Иисус сказал, привалите большие камни к отверстию пещеры и приставьте к ней людей стеречь их, а вы не останавливайтесь, но преследуйте врагов ваших и истребляйте заднюю часть войска их и не давайте им уйти в города их, ибо Господь Бог ваш предал их в руки ваши. Казалось бы, где в этот момент находится Иисус? Может быть, слова 15 стиха, что Иисус и весь Израиль с ним возвратились в стан в Галгал, следует передвинуть на более позднее время, то есть после 16, 18, 18 и так далее стихов, в которых описываются события, то событие, о котором мы читаем, что войска израильтян продолжают преследовать вражеские войска, которые обратили к ним свой тыл. В это время цари, предводители, пять хананейских, скрываются в пещере в Македе. Может быть, потом все-таки произошло то, что описывается в 15 стихе, что Иисус возвратился в Галгал, ведь расстояние довольно большое до Галгала. Как бы там ни было, Иисус лично сам не преследует их, а повелевает своим верным ему полководцам их преследовать. Заднюю часть, тыльную часть войска они истребляют. После того, как Иисус и сыны Израилевы совершенно поразили их весьма великим поражением и оставшиеся из них убежали в города укрепленные, весь народ возвратился в станка Иисусу в Макед с миром и никто из сынов Израилев не пошевелил языком своим. Такое идиоматическое выражение, ходячее выражение, можно сказать, поговорка не пошевелил языком своим. В других местах пес не пошевелит языком своим. То есть не посмели даже намека на возражение какое-то сделать. Здесь говорится о стане Иисуса уже в Македе, не в Галгале. Может быть, сначала был Макед, потом Галгал. Так следует предположить. Был временный стан в Македе, а потом, как мы читали выше в 15 стихе, постоянный стан, уже, можно сказать, первая столица Израиля, израильского народа Галгал. Хотя государства не было еще, это была такая вот военная коалиция колен израильских и до государственности Израилю было еще далеко. Это был военно-демократический строй с руководителями, вождями, судьями, шофтим, как мы будем читать дальше в другой книге. Тогда Иисус сказал, «Откройте отверстие пещеры и выведите ко мне из пещеры пятерых царей тех». Так и сделали. Вывели к нему из пещеры пятерых царей тех царя Иерусалимского, царя Хевронского, царя Иормувского, царя Лохистского и царя Эглонского. Когда вывели царей сих к Иисусу, Иисус призвал всех израильтян и сказал вождям воинов, ходивших с ним, «Пойдите, наступите ногами вашими на вы и царей сих». Они пошли и наступили ногами своими на вы и их. Наступить на вы и у врага, на шею врага означает полностью его подчинить себе, полностью его, ну, жест вполне понятен, то есть враг побежден окончательно и бесповоротно. эти цари, они уже больше не цари, они склонили свои головы, свои шеи под победоносную стопу израильских воинов. Иисус сказал им, не бойтесь и не ужасайтесь, будьте тверды и мужественны, ибо так поступит Господь со всеми врагами вашими, с которыми будете воевать. Если только Израиль будет хранить верность своему Богу и будет исполнять божественные заповеди и не будет брать из заклятого, тогда Господь будет на стороне Израиля и победа будет за ним. Если только весь народ единодушно будет хранить божественную заповедь, если город и все его население закляты, нельзя себе брать ничего из заклятого. Если Израиль возьмет из заклятого кто-то из израильтян, как это произошло, однажды, о чем мы читали в 7 главе, тогда благоволения Божие уже не будет и сила Божия отступит от Израиля и Израиль потерпит поражение. Но пока израильтяне верны Иисусу на вину, исполняют волю Божью, они должны быть уверены, сам Господь борется, сражается за Израиля и так поступит, как сказано в 25 стихе, Господь со всеми врагами израильтян. Потом поразил их Иисус и убил их и повесил их на пяти деревах и висели они на деревах до вечера. При захождении солнца приказал Иисус и сняли их с дерев и бросили их в пещеру, в которой они скрывались и привалили большие камни к отверстию пещеры, которые там даже до сего дня. Косвенное указание на то, что книга Иисуса Новина написана довольно рано, потому что читатели этой книги могут уже удостовериться в истинности описываемых событий, пойти в эту пещеру в макет и посмотреть, что камни там до сих пор привалены, отвалить, быть может, эти камни и убедиться, что там лежат полуистлевшие кости пяти ханаанских царей. Повесить на древе такой тоже древний военный обычай. Так поступят потом враги с Саулом и его сыновьями, о чем мы будем читать в книгах царств. Давид будет оплакивать Саула и сыновей его, их снимут, они были повешены, их снимут и с почестями погребут, а здесь их просто бросили в пещеру. А полчища их, их войска, которые они собрали против Гаваона, а значит против израильтян, они были разбиты и бежали в беспорядочном виде. В тот же день Иисус взял Макед, небольшой городок, поразил его мечом и царя его и предал заклятию их и все дышащее, что находилось в нем. Никого не оставил, кто бы уцелел и поступил с царем Македским так же, как поступил с царем Иерихонским. Придать заклятию, наложить херем, это значит уничтожить все в этом городе, все живое и человеков и скотов. И пошел Иисус и все израильтяне с ним из Македа к ливне и воевал против ливны. Дальше до конца этой главы описывается победа над всеми южно-ханаанскими противниками, над этими городами-государствами небольшими, расположенными в южной части Тихонаана. Кстати, что было с Иерусалимом? Иерусалим, лишившийся своего царя, все-таки израильтянами взят не был. Мы знаем, что пройдет много веков, прежде чем Иерусалим будет взят. Это был город почти неприступный, и только военная хитрость царя Давида позволила ему этот город захватить хитростью, поднявшись, по всей видимости, по веревкам через какие-то ущелья, может быть, колодцы, находящиеся в этом городе. Об этом мы читаем в книгах царств. Вот. А большая часть Ханаана действительно оказались захваченными Иисусом Новином, и вот далее описывается уже, можно сказать, последнее, одни из последних битв уже испуганных хананеев, в частности, вот здесь говорится о взятии Македа. «И предал Господь и ее, то есть Ливну, в руки Израиля и царя ее, и истребил ее Иисус мечом и все дышащее, что находилось в ней. Никого не оставил в ней, кто бы уцелел и поступил с царем ее так же, как поступил с царем Иерихонским». Макед и Ливна были преданы Херому, были преданы заклятию. «Из Ливны пошел Иисус и все израильтяне с ним к Лохишу и расположились под для него станом и воевал против него Лохиш, очень большой город, находящийся, можно сказать, в долине Шфила, то есть уже там, где иудейские горы плавно-плавно сходят, опускаются к Филистимской долине. Вот там, где склоны уже спускаются к этой долине, расположен Лохиш. Город был раскопан и в нем чрезвычайно много было найдено интересных находок. При Ассирийцах, в частности, при царе Санхириве, город был во время антифилистимской кампании Санхирива, город был ставкой царя Ашура и туда, в эту ставку, Хискиягу, Езикия, царь будет посылать, умолять царя Санхирива отступить от Иерушалаема. «И предал Господь Лохиш в руки Израиля и взял он его на другой день и поразил его мечом и все дышащее, что было в нем, так, как поступил с Ливною». Макет, Ливно, Лохиш, город за городом падают, потому что сам Господь ведет войны Иисуса на вина. «Тогда пришел на помощь Лохишу Гарам, царь Газерский, но Иисус поразил его и народ его мечом, так, что никто у него, никого у него не оставил, кто бы уцелел. И пошел Иисус и все израильтяне с ним из Лохиша к Иглону и расположились подли него станом и воевали против него и взяли его в тот же день и поразили его мечом и все дышащее, что находилось в нем в тот день предал он заклятию, как поступил с Лохишем». Это проза, но проза приближающаяся к поэзии, такая аритмизированная проза с рефренами повторяющимися, предать мечу, заклятию, все дышащее и так далее. Повторяется проза, возвышающаяся до военного эпоса. «И пошел Иисус и все израильтяне с ним из Эглона к Хеврону и воевали против него. Хеврон, многие там бывали, очень древний город, Кириат-Арба раньше назывался, потом переименовали израильтяне его в Хеврон, первая столица Давидова, известнейший город, расположенный на юг от Иерусалима, в южной части Хананской земли, славный город, большой, крупный, столица отдельного небольшого царства. И что же с этим Хевроном? И взял его, 37 стих, и поразили его мечом, и царя его, и все города его, и все дышащее, что находилось в нем, никого не оставил, кто бы уцелел, как поступил он с Эглоном, предал заклятию его, и все дышащее, что находилось в нем». Раз за разом повторяются те же самые формулы. «Потом обратился Иисус, и весь Израиль с ним к Давиру, и воевал против него еще один город. И взял его, и царя его, и все города его, и поразили их мечом, и предали заклятию все дышащее, что находилось. Никого не осталось, кто уцелел бы, как поступил с Хевроном и царем его, так поступил с Давиром и царем его, и как поступил с Ливною и царем ее. «И поразил Иисус всю землю на горную и полуденную, то есть иудейские горы и полуденную, то есть южную часть земли, и низменные места долины Шфила, и землю, лежащую у гор, и всех царей их, никого не оставил, кто уцелел бы, и все дышащее предал заклятию, как повелел Господь Бог Израилев». Израильтяне наученные, что если город предан заклятию, то ничего нельзя себе брать. Нужно действительно предать Херму, предать заклятию, и все дышащее в этом городе следует по повелению Божию истребить. Повеления Божии таковы, что они не нуждаются в оговорках или в убеждениях или в пояснениях. Их нужно неукоснительно исполнять, и тогда Господь будет покровительствовать и будет вести войны, эти святые войны. А в книге Иисуса Новина представлена именно концепция священной войны, то есть войны Господней. Заключительные три стиха книги Иисуса звучат так. «Поразил их Иисус от Кодешборнея, Кодешборнея, Кодесварни, синодального перевода. Это самая граница с Синайским полуостровом, пустыня, пустыня Негев, граница уже с той землей Синайской, которая дальше переходит к египетским владениям. Так вот, от самого этого Кодешборнея, от Кодесварни до Газы, Аза, чрезвычайно важный город филистимский, и всю землю Гошен, даже до Гаваона. Гошен – это уже, собственно, пределы Египта. земля Гошен, известная нам по книге Бытия и книге Исход. Восточная часть границы, восточной части Долины, Дельты, Нильской Дельты. «И всех царей сих, и земли их Иисус взял одним разом, ибо Господь, Бог Израилев, сражался за Израиля». Вновь повторяет Иисус Новин эти слова. В этом состояла его причина такого огромного успеха. Потом Иисус и все израильтяне с ним возродились в стан в Галгал. И так, по-видимому, окончательное возвращение после победы над всеми неприятелями произошло не тогда, до событий в пещере Макет, о чем говорится в 15 стихе, а вот уже в 43 стихе. Тогда, когда все враги были побеждены, Иисус и все израильтяне возвратились в Галгал. Чрезвычайно интересная глава, наполненная чудесами, это именно чудеса, и священный писатель представляет их как чудеса, как действия силы Божьей, которая преодолевает силы и законы природы. Но Господь, давший своему мирозданию, природе, определенные законы, Он законодатель, законодатель не только для человека, но и для всего мироздания, и Он, Господь, может остановить действия этих законов, и когда требуется повелеть солнцу стоять, луне не трогаться с места, камням падать с неба, Господь, Владыка и повелитель мира, Его законодатель может все. В этом должен убедиться читатель 10 главы книги Иисуса, так, как в этом убедились израильтяне, которые во главе с Иисусом Новином сражались и вели Господни войны. Мне бы хотелось в заключении сказать, что в святоотеческой типологии, то есть в святоотеческом объяснении текстов книги Иисуса Новина Ханаан, Ханаанская земля со всеми городами, это образ церкви, прообраз церкви, а также прообраз Царства Небесного. Иисус Новин, захватывающий эти города, завоевывающий, израильтяне, которые селятся в этих городах, они прообразуют собой, Иисус Новин прообразует собой Иисуса Христа, а народ, который им под его предводительством завоевывает Ханаан, прообразует собой церковь и Царство Божие. Но это также и в святоотеческой традиции, экзегетической традиции святых отцов церкви, это также и образ души христианина. Из нее, словно Ханане из Ханаана, должны быть изгнаны все пороки и страсти. В каноне Андрея Критского, например, используются образы гаванитян, хананеев и так далее для изображения страстей, пороков человека, грехов, и христианская душа, христианин должны с этими хананеями в кавычках, с этими, то есть, грехами, пороками, страстями бороться, изгонять их из своей души, как Иисус Новин изгнал из Ханаана. Собственно, такое типологическое, скорее, аллегорическое даже толкование, оно восходит к Оригену, к его толкованию на книгу Иисуса Новина. этому известнейшему, сохранившемуся, правда, в латинском переводе тексту, одному из самых последних текстов, составленных Оригеном, можно сказать, его духовным завещанием, я приведу цитату из Гамилии, это не толкование письменное, а Гамилии, то есть, толкование устное, которое записывали скорописцы, Гамилии отличаются толкование тем, что это устный жанр. Есть толкование, есть комментарии, а есть беседы, а есть Гамилии. Гамилии – это литургическая проповедь или беседа литургическая, и эти беседы записывали скорописцами, и благодаря их труду они дошли до нас. Вот дошел до нас сборник проповеди Гамилии Оригена на книгу Иисуса Новина. И в частности, в тринадцатой проповеди на Иисуса Новина в тринадцатой Гамилии Ориген говорит «О, изгнал бы Господь и сделал бы так, чтобы исчезли из душ верующих в Него, которых Он отстаивает для Своего Царства из моей собственной души», добавляет Ориген, «все прошлые пороки, так, чтобы не вздохнули более какие-нибудь порочные чувства, так, чтобы не спаслось ни одно движение гнева, порочного вожделения, не осталось в живых какое-нибудь злое слово, которое слетало бы с моих уст, и тогда, очищенный от всех пороков прошлого, смогу под водительством Иисуса». Имеется в виду уже не Иисус, Новина, Иисус Христос, конечно. «Под водительством Иисуса, говорит Ориген, сделаться одним из городов сыновей Израилевых, о которых написано «Застроят опустевшие города и поселятся в них». Здесь он цитирует заключительную девятую главу книги пророка Амоса, в которой в этой главе в девятой у Амоса выражаются самые светлые, самые грандиозные мессианско-эскатологические чаяния о восстановлении Израиля. Действительно, сейчас Иисус разрушает и возводит душу каждого из нас. Продолжает. Ориген «Первое дело, совершаемое Словом Божьим, разрушение зданий, которые демон возвел в человеческой душе. И он построил в каждом из нас башни гордости и стены высокомерия. Слово Божие их не спровергает и разрушает. Так что, в конце концов, мы становимся достойны участвовать в наследовании Святой Земли, принять часть с израильтянами». Конец цитаты из Гамилии Оригена, одной из его Гамилий на книгу Иисуса Новина. Для более подробного объяснения десятой главы книги Иисуса Новина отсылаю всех интересующихся к моему комментарию книги Иисуса Новина, историк экзегетический комментарий книги Иисуса Новина. Эта запись сделана для библейского портала Экзегет. Продолжение следует...